Девушки отдыхают. Завидую. Кто же этот счастливчик? Наш деревенский. Первая любовь еще со школы. Что-то не радостно ты про любовь говоришь, подруга. Сама не знаю. Ваня парень хороший, но прежних чувств почему-то нет. Повзрослели что ли? Зажралась ты, Любка. Ваня парень красивый, деловой. Институт закончит, прокурором станет, а ты нос воротишь. Оксана. Что Оксана? Да если бы мне Иван замуж предложил, я бы за ним хоть на край света не раздумываю. Девочки, ну как вам это платье, Наталья Петровна? Да. Еще ван такой вот такой. СМЕХ 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 О! Легок на помине. Ну что, привет будущим медработникам. Поздравляю, как говорится, с окончанием. Эх, расцеловал бы всех. Да поюсь, девушка моя обидится. Любань, чего стоишь? Давай, я за тобой приехал. Вань, ну мы же договорились, что ты завтра приедешь. Мне еще в общежитие нужно вещи собрать и с девчонками попрощаться. Любашка, вещи там твои заберу на днях. Ну а с друзьями, подружками давай закачивай. У тебя теперь есть и я, а тебе больше никто не нужен. Прыгай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вань, зачем вы сюда приехали? Поехали домой. Пошли, подбери, вас в дочь перевздим. Видишь, какой сильный. Давай-ка. Хорошо? Ага. Все-таки хороший у Степаныча дом. Здесь так порядок навести, можно жить и жить. Вань, ну ты не забывай, у этого дома есть хозяин. Да я помню, Люк. У тебя дядька вряд ли вернется из дома престарелых. У нас все равно неправильно это. А помнишь, какие у Степаныча яблоки были вкусные? Угу. Ой, сладкие. Да. Ходичали без дядьки. И дом покосился. Угу. Ну а я что говорю? Мы свадебные деньги сюда вложим, крышу бы перекрыли, окна новые вставили. Ну и можно жить, а? Размечтался. Ну что это размечтался? Просчитал. Угу. Смотрите, какой расчет. Мне это даже в голову не приходило. А чем ты забитой головкой моей дорогой невесты, а? Вань, я на врача пойду учиться. Этим летом буду поступать. В город поедешь. Бросить меня решил, да? Люба, ну ты что, ну ты же выучилась на фельдшеру. Ну древней этого вполне достаточно. Ну чего ты? Я думала, ты меня поддержишь. Люба, ну это да, но... Жена все-таки должна быть при мужа, правильно? Ну за домом следить, детей нянчить, огород вам. А мужа кто накормит, если он придет домой? Голодный, при смерти, а? Домработница, значит? Да нет. Ну это по другому адресу. Это по какому адресу? А? По какому адресу? По какому адресу? Вчера, 12 июня 1991 года, прошли выборы первого президента Российской Федерации. По предварительным подсчетам лидирует Борис Николаевич Ельцин, набравший около 57 процентов избирателей. Ммм, как вкусно блинами пахнет. Ой, дочь, а! Ой, а мы ж тебя и не ждали. А ты как до конца добралась? Мы думали, ты в городе все дела сделаешь, да и вечерним автобусом. А я не собиралась. Иван примечался на мотоцикле и увез меня. Вещи сказал, из общаги завтра сам заберут. Видать, соскучился парень. Сейчас я чашечку. Давай, диплом обхвастайся. Точно. Вот, можете поздравлять. Ой, 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 ой. Ух ты, красный. Александровой Любови Макарни. Ну, теперь можно и поболеть. Свой фельдшер дома. Нет, лучше будьте здоровы. Я решила в институт поступать. Хочу быть врачом. А Вань-то знает? Угу. Он против. Вообще, он в последнее время так изменился. Командует. Все сам за меня решает. Ну, на то он и мужик. Ты, Любаша, давай-ка выбрось эту дурь из головы. Надо к свадьбе готовиться. Да, чуть не забыл. Тут на днях председатель заходил, спрашивал, когда ты на работу выйдешь. Ну, то люди-то хворают. А медпункт закрыт. Приходится в райцентр ходить. Да я ходу завтра, пап. Только надо лекарства закупить. О! Это другое дело. Идите уже. Сейчас я медку принесу. Отец, давай помогу. Ну, подмогни. Ты что-то за одышкой замучил? Сердце, да? И вот, слава богу, пока не на что жаловаться. Вот Любаша жалуется. Ты это самое, не шибко ей команду не любит она этого. Вот со мной указания пошли. Придется забор ставить, чтоб нос в них никто не совал, да? Ишь ты! Будешь бросать букет, целься прямо в меня. Я тоже замуж хочу. Надоело в девку ходить. За кого? За кого? Да хоть за Ивана твоего. А что? Возьму, отобью его у тебя. Ты, я смотрю, свадьбе не очень радуешься. Если честно, сомневаюсь. Эх, Любка, ты сама не знаешь, что хочешь. Уважение хочу. Взаимопонимание. А у Ивана на все один аргумент. Я так решил. Мое мнение его вообще не интересует. Слушай, он деревенский мужик. Стерпится, слюбится. Да вот и отец так говорит. Да остановись ты. Слушай, я поняла, чего тебе сюда не хватает. Перчатки. Белые такие длинные, да локти. Я в кино видела. Очень красиво. Зачем мне такие изыски? Как зачем? Затем, что ты будешь у нас самая красивая невеста. Во. Завтра поедем на рынок, купим перчатки. Заодно по городу погуляем. Угу. Никогда бы не подумала, что так трудно купить перчатки. А может, мы их поедем домой? Ну уж нет. Зря, что ли, тащились такую, Даль. Нет уж, Любушка, ты у нас будешь самая красивая невеста. Да пусть все девчонки от зависти лопнут. Смотри какая, а. Класс. Красавец, не проходите мимо. Позолотите ручку, всю правду скажу. Отстань. Все равно соврешь, недорого возьмешь. Не хочешь – не надо. Я полковница судьбу предскажу. Покажи руку, дорогая. Говоришь – врет. Ну где ты тут полковницу видишь? Ладно, поищу прокурорша. Скоро в твоей жизни свадьба будет. Но жениха своего ты не сразу узнаешь. Ты вам-то? Берегись неприятности, о них скоро позабудешь. Но когда думать перестанешь, они и оухнутся. Ну хватит, накаркаешь еще. Большой обман вижу в твоей жизни. Предательство и казенный дом. Но больше всего горе принесет тебе близкий мужчина. Ой, хасиямры дадуры. Бойся человека, которому доверяешь сейчас. Слушай, Любка, пошли, а? Пойдем. Любка, смотри, что я нашла. Ой, класс. Ну ты чего застыла? Тебе какие нравятся? А? Вот эти. Вот эти? Угу. Может померяешь? Придумает же такое, полковница. Почему бы сразу не генеральша, а? Любаш, хоть бы быть генеральшей. Ну для этого нужно хотя бы замуж выйти за военного. Так, автобус отменили. Следующий через два часа. Вот елки. Чуть-чуть не успели. Ну ничего, попробуем поймать попутку. Не сидишь же тут до вечера. Пойдем? Пойдем. Такие красотки и без охраны. Подвезете нас? Соритесь, подвезем. Ну не откажемся, если по пути. С такими барышнями нам всегда по пути. Соритесь, соритесь. Давайте знакомиться. Лейтенант Иволгин. Можно просто Антон. Я Оксана. А это моя подруга Люба. Роман Силаев. Прибыл в ваши края для дальнейшего прохождения службы. А вы откуда, если не секрет? Танковое военное училище Свердловское, знаете? Теперь буду служить у вас тут, по соседству. Наша армия нас бережет. А вы чем занимаетесь? Я фельдшер, правда начинающий. Буду работать в медпункте в Нестерово. С детства мечтал, чтобы жена была доктором. А почему в институт не поступаешь? Да вот и я говорю. Надо уезжать из деревни. Ну если хочешь, я могу помочь подготовиться. Вот зараза, как из ведра льет. Давай крути, не размокнешь. Любань, какие парни, а? Это не наши деревенские простаки. Парни как парни. Что выскочили, сидели бы в салоне. Ну и сидел бы. Девчонки, кстати, ничего. Ага. Особенно это Люба. Любовь и Роман! Звучит, может судьба. А Роман на тебя глаз положил? Это точно. Может тебе такого мужа надо, а? Ага. Симпатичный. Ну и что? Военные сегодня здесь, завтра там. Хватит с меня, Женыхов. Пристегнуть ремни, отдать швартовых. Ну, молодцы. Мы посекретничать не успели. Все косточки нам перемыли. О чем говорили? О том, что вы грязные и мокрые, но очень даже ничего. Действительно, девчонки, помыться бы где-нибудь. Мы же мимо речки поедем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, девчонки, без вас бы мы не справились. А к вам спасибо. Теперь понятно, почему солдат в самоволку бегают в Глухово. Там все такие девчонки, как вы? Это раньше бегали, сейчас редко. Ну и видок у нас, товарищ лейтенант. Не по уставу. Командир не видит, а девчонки, надеюсь, простятся. Красиво у вас тут. Лес, река. Эх, сейчас бы чайку горяченького. Да. Чай в столовой можно попить. А тут рядом родник есть. Вы такой воды никогда не пили. Заинтриговала. Покажешь? Эх. Эх, Любаня! Смотри, не заплутай! Вот он, родничок. С целебной водой, между прочим. Молодит она. Не зря реку назвали Молодильням. Красиво. Ты тоже очень красивая. С лица воды не пить. Я бы всю жизнь пил. Держи. Холодная. Прямо обжигает. Не надо, Рома. Ты очень красивая. Мне сразу понравилось. Как увидел, понял. Она. Перестань. Мы сейчас разойдемся и больше никогда не увидимся. Не надейся. Она сильно прогонять будешь. На танке приеду. Левой ногой выжимай крайнюю левую педаль. Вот эту? Да, да, да. Так. Теперь включай передачу. Первая. Налево и вверх. Так. Правильно. Теперь надо снять с ручника и вперед. Ты глянь. Опа, ребята. Ну, знаете, вас только за смертью посылать. Ага. Да. Да, Антоха, только за водой придется тебе сходить. Роденька недалеко. Заодно хворство принесешь. А я смотрю, вам у родника скучно не было. Слушай, а вот это, это что? Немножечки. Давай напор. Давай напор. Берем ясь! Держись. Давай руку. Давай руку. Давай. Давай. Живой, нет? Как ты? Нахлевался водой? Посмотри на меня. Посмотри, ты слышишь меня? Мама, где твоя? Папа напился, и маму избил. И сбежал. Эх ты, горе, Робинзон. На таком плоту далеко не уплывешь. Теть Любе скажи спасибо. Вовремя заметила. Да это ты успел. У тебя кровь. Дай посмотрю. Да ладно, она до свадьбы заживет. Хотя, почему бы нет? Доверюсь профессиональному медику. Ну, счастливо, девушки. Спасибо, что подвезли. Я Ваську домой отведу. Пока. Всегда пожалуйста. Больше на автобус не опаздывайте. Люб. Подожди. Мы не можем просто так расстаться. Давай встретимся завтра. Не получится. Ну, тогда послезавтра. Нет, ты не понял. Я не могу. Ни завтра, ни послезавтра. Никогда. У меня скоро свадьба. Шутишь, что ли? Пока. Больше не увидимся. ПОДПИШИСЬ. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, отвела. Э, ты чё такая? Чё случилось? Тебя Рома обидел? Сказала ему, что выхожу замуж. Расстроилась. Подруга... Ты не влюбилась? Это ты глупость. Я же его совсем не знаю. Вот если бы раньше Рома встретила... Офицер. Перспективный.. Да... Человек надежный. Сейчас таких мало. А вы с Иваном что насчет детей думаете? Ну я же в институт собралась поступать. Между прочим, Рома меня поддержал. Между прочим, Рома, кажется, тебя зацепил. Да, ну и денек сегодня. То в грязь, то в реку. Точно. Самое главное, с девчонками из класса познакомились. Люба, молодец. Рома, Ром, ты что, влюбился что ли? Ну, тут сложно не влюбиться. Люба девушка хорошая, добрая. К жизни относится серьезно. Так что думаешь? Женись. Она замуж скоро выходит. Вот оно что ли. Тогда, Ром, выкинь ее из головы. Хо-хо-хо, скажешь тоже. Там кисты не сдаются. Ха-ха-ха. Живой? Живой, вылезай давай. Тебе что, жить надоело? Браток, прости, я виноват. У меня свадьба просто, пойми, выпил немного. Вот, а теща говорит, привези посуду из столовой, привези, он привез. Ты как сам, а? Идиот. Да вместо свадебного стола сейчас на кладбище мог оказаться. Братиш, да я понимаю, все прекрасно. Ты пожалей меня, пожалуйста, а? Давай дело замнем без гайцов. Давай не будем их вызывать. Я сейчас пацанов в местных напрягу, тебе машинку через часок новенькую сделай. А там мы тебя сейчас в травмпункт отвезем. Давай я только без ГАИ умоляю, а? Ладно, ладно, не переживай. Только мне надо к обеду, в часть уже. Да-да-да, да что, мы мигом все сделаем сейчас. А сам-то как? Да ничего, нормально. Дел привычный. Любай, привет. Слушай, я тут парня привел, на дорогу случайно столкнулись. Ты его подлатай, а я пока машиной займусь. Рома, кто тебя так? Иван, что ли? Так это ваша лопая Иваном зовут? Чего это на тот свет меня не отправил? Садитесь. Ездок. Ничего страшного. Сейчас все обработаем. Потерпишь? Конечно, потерплю. Заодно и поговорим. О чем? Будешь за меня? Один жених у меня уже есть. Немноговато ли будет? Ну, это не меняет дело. Ром, я же сказала, у меня свадьба. Мы должны быть вместе. Держи. Ну, вот и все. Ну, смотри, Люба, если передумаешь, я буду ждать. О, это за мной. Молодцы, ребята. Не ожидал, быстро вытащили. Ладно, Люба, я поехал в часть, я уже опаздываю. Надеюсь, выберешь меня. Ладно, береги силы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подлатал лейтенанта. Спасибо, Люба. Выручила. Представляешь, сейчас место свадьбы, мог бы на нарах оказаться. Ладно, хоть парень нормальный оказался, да? Да, из отступок порядочного человека. Пожалел он тебя. Ну да. Ну, может, ты меня пожалеешь тоже, а? Ли, Вань, давай двери закроем, я так с пути соскучился. Вань, перестань. Ладно, ладно. Ну, вообще, могла бы и пожалеть, будучи в мужестве, да? Привет. Давно не виделись? Привет. Как жизнь молодая? Ничего. Живем не тужим. А ты, я смотрю, бездельем маешься. Отдыхаю. А как обра домашняя не завелась? Ты о Любе? Ты только смотри, не ляпни, ладно? Я ж пошутил. Угу. А ты не боишься? Пока ты тут пиво пьешь, уведут твою невесту. Любку? Да ладно. Куда она от меня денется? Не скажи. Мы вчера в город ездили, с офицерами познакомились. Любане один понравился, она ему тоже. Ксюха, а что ты несешь? С какими офицерами? С лейтенантами. Ага. На автобус опоздали. Но они нас подвезли. Такие культурные, обходительные. Любка сразу сказала, не то, что наша деревенщина. Ну, в общем, она растаяла. Я-то кремень, ты меня знаешь. Хотя, если бы ты позвал, за тобой бы на край света пошла. Дальше что было рассказывать? Что было? Ничего. Дождь пошел. Потом машина поломалась. Сидели у костра, сушились. Потом Любка с этим лейтенантом в лес пошла. Долго не было. Вернулись какие-то не такие. Вот стерва. Вся правильная такая, скрупная. Слово дурного не скажи, плохого не подумай. Всего бабы такие. Почему все? Я не такая. Я никуда шла. без тебя разберусь. Помидорчики. Огурчики. К самогоночке самая лучшая закуска. Слава Богу, и каравай удался. Ой, вот радоваться бы дочкиному счастью. А на душе что-то муторно. Ты просто устала, мать. Не знаю. Может, зря мы эту свадьбу затеяли. Похоже, с Иваном-то у них все разладилось. Да ну, у вас баб не поймешь. То это вам, не это, это не то. Еще не успела с Ваньки пожить, а уже жалуется. Ой, вот это-то и настораживает. Слушай, поживут, притрутся. Люба, Ксюха. Ксюха, напугала. Привет. Люба, у девчонок в ПТУ сегодня выпускной. Пойдем потанцуем? Ты долго думала? У меня завтра свадьба. И что? Тем более, надо идти. Последний вечер в девках. Нет, иди без меня. Между прочим, я сейчас Ивана встретила. Он с ребятами пошел. Странно. За мной почему-то не зашел. Ну, это я говорю. Люба, ну, пойдем. Че, ему можно, тебе нельзя? Пойдем, потанцуем. Ну, ладно. Только ненадолго. Сейчас переоденусь, пять минут. И долго ты будешь стоять, как копаны? Нет настроения танцевать. Не надо было сюда приходить. Потанцуй уже с кем-нибудь, он тебя в упор не видит. Можно? Ты что, бессмертный? Хорошо, а невеста? Завтра свадьба, она на танцульках, что народ скажет? Ты тоже там был, мог бы пригласить, я ждала. Зачем одна пошла? Я с Оксаной, и вообще, что плохого в танцах? Ты моя жена, вот что! Где ты видела на танцах замужних женщин? Я тебе еще не жена. Да ты меня позоришь! Ты сам себя позоришь! Зачем ты парня ударил ни за что? И вообще, запомни, я не твоя собственность. Что ты сказала? Что сказала? Ваня! Не моя собственность? Ваня, перестань! Сейчас будешь моей! Перестань! А будешь моей! Перестань! Перестань! Ты с лейтенантом слюхалась? Что думаешь, не знаю, а? Помаду со щеки сотри. Рома, что ты здесь делаешь? Тебя жду. Ты должен понимать. Узна. Одну дату скажи, что согласна. Давай сбежим прямо сейчас. Сейчас. Ром. Ну, пойми, мы не можем быть вместе. Я без пяти минут чужая жена. Все еще можно отменить. Ну, как ты себе это представляешь? Родители потратились, всю деревню пригласили. Да они не переживут такой позор. И вообще, поздно об этом говорить. Люба. Ром, ты мне очень нравишься. Но я не могу. Я люблю тебя. Прости. Прощай. Привет. Чайтяка, напугал. Уходи без совести, мужа сейчас наглядит. Да не придет, он пьяный, отдыхает. А кто живешь этим алкоголиком, а? А с кем мне жить с тобой, что ли? Нетерпеливая какая. У меня сегодня, между прочим, последний холостецкий вечер. Забудешь меня с молодой женой-то, да, наверное? Да не ревнуй-то они у женатой женой. Я же не дорог такую женщину оставлять, а? Вы меня узкая. Вот он! Давай-давай, давай! Общай, давай! Сейчас все время влезает. Сейчас попробую. Едут! Едут! Давай-давай-давай! Мне цыганка нагадала на второе на яйцо . Зачем дура не спросила, как у Милка на лето? У Миленка моего вся семья военная. Даже бабка вроде танка необыкновенная. Ну, здравствуйте, гости, господа. Вы откуда и куда? За невестой. Наш купец ваш товар. Покажите нам свою девицу. За невесту, Милочку, шампанского бутылочку. А за красавицу, жёнушку, шоколадку, Алёнушку. А за платье длинное, бутылочку винную. Чтоб не ходил к чужой милашке, давай-ка денежки, бумажки. Давай, 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 не жалей. Ой! Ай! Оксана, Рома приехал. Он за мной. Что делать? Зачем он приехал? Я же ему сказала, что не свободна. Боже, что люди скажут? Ой, мамочки, что делать-то, Люб? Что делать будешь? Не знаю. Это всё цыганка эта. Жениха своего сразу не узнаешь, будь она неладна. Не захочешь поверить, поверишь. Так, дорогой жених. Нет, дело не пойдёт. А чё? Деньги-то фальшивые. Не, давай, давай, платье за невесту-то. Да ладно вы. Невеста ваша гроша ломного не стоит. А это почему же? Почему? А вы спросите вашу дочь, что она с лейтенантом в лесу делала. Иван Акстей, с каким лейтенантом? С таким лейтенантом. Что он делает? Ладно, что болтать, скажите спасибо. Ни за что позорит меня перед людьми. Мы в ворот идём, тем намажем. Ну всё, хватит. Ваше здоровье. Мамочки. Ну чё, Закш пора? Душенька. Доченька. Невеста. Любаша. Доча. Невеста. Куда ты, доча? Доченька, Любонька, ты куда? Любаня, Любань, ты куда? Любань, ты куда? Стой, Люба! Догони ты его! Люба, назад! Люба, верни! Люба, назад! Глядите! Смотрите! Сюда! Люба! Люба, Люба! Ваня! Ну чё ты стоишь? Увозят невесту! Давай, быстро в машину! Догоняй! Ваня! Значит так! Через поле сократишь по старому мосту мимо фермы! Слышишь? Выскочишь на переезд! Давай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну куда ты, милая моя? А как же свадьба? Ты чё? Пойдём! Нету меня! Пойдём, пойдём! Пойдём, пойдём! 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 Рома! Рома! А! А! Всё! Хватит! Рома! Рома! А-а-а! Чего тебе? Ваня, я тебя жду. Про Любу пришла мне что рассказать? Давай рассказывай, самое время. Ванечка, ну прости ты меня, ты же видишь, не соврала я. И что? Вань, ну не терзайся ты. Зачем тебе такая жена? Она тебя не любит! И что? Ваня, я люблю тебя. Душу, сердце тебе отдам. Всю себя, только не гони меня. Пожалуйста. Проходи, красавица. Свободна я теперь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я без суть гостей сегодня не ждал. Проходи, чего стоишь? СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Ксюха? Говори, тост. Ну это... Ну? За любовь. Угу. Поливала я на эту любовь. Вань, не убивайся ты так. Лучше уж сразу разбежаться, чем потом детей отделить. Что молчишь-то? Ага. Горько, а? Ваня, может, не надо? Почему не надо? А чего ты тогда пришла? Говорила, любишь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, товарищ генерал, так точно. Конечно, понимаю, отпуск заканчивается, завтра буду. Все есть, принял. Да. Так, улыбочку. Сюшка. Так, еще разок. Отлично. Сыночек мой. М-м-м, как вкусно пахнет. Снохшибательная женщина. Ну, хватит. Ребят, постесняйся. М-м-м. М-м. М-м. Помпасы для меня уже пришивать. Документы на очередное звание ушли наверх. Правда? М-м. Поздравляю, ты заслужил. Спасибо. М-м. 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 Вот так классно отдохнули. Ну хорошо. Так, постой, постой, постой. А вот это вот в обнимку кто? Это родители Егора. Очень хорошая семья. Они уже двадцать лет вместе и до сих пор любят друг друга, как школьники. А кто его родители? Мама Егора Любовь Макаровна, зав. отделением в роддоме. А папа Роман Георгиевич, полковник генштаб, очень хорошие люди. Вот, и Егор такой же, он вообще заканчивает институт через год. И мы с ним, наверное, не знаю, может быть поедем куда-нибудь, чтобы… Так, все, хватит, ладно. Ты давай это… Занимайся давай, не надо о кавалерах думать. И с Егором с этим завязывай. Мам, почему я не могу встречаться с тем, с кем я хочу? Так, все, я перед тобой не обязан отчитываться. С этим Егором завязывай, поняла меня? Маши остаться до утра. Мам на дежурстве, пап на работе в городе. Я бы остался навсегда. И тебя бы никуда не отпустил. Настя! Так, а что здесь происходит? Пап, я… я все объясню. Хороша, дочь. А ты кто такой? Пап, это Егор, мы хотим пожениться. А, это вот тот самый Егор, воспитанный сын полковника. И как же ты, молодой человек, оказался в постели моей дочери, а? Поймите, мы взрослые люди. Пап, ну правда, ну хватит, мы любим друг друга. Так, собрался и вон отсюда. Собрался и вон отсюда. Да Настя не виновата, ну я настоял. Что? Ты настоял? Это он настоял? Это что, это получается чистосердечное признание? Да ты у меня под суд пойдешь, Малакасовский. Я ее люблю, я женись на ней, любишь? Пап, да какой суд? Цец! Ты знаешь, что в тюрьме с насильниками делает, а? Ты знаешь, сколько за изнасилование дают? Ты пусть твоя мамаша готовится. Ты у меня пополнает совершен, я тебе как прокурор говорю. А при чем здесь изнасилование? Шел вон! Наденься. Пошел вон, я сказал. Вон из моего дома! Я тебя три месяца не увижу. Я буду скучать. Мне тоже не хочется уезжать. Ну, я так давно мечтала об этой экспедиции. Да, я знаю. Мы что, будем созваниваться? Ну, получится. Там телефоны совсем не берут. Там одни горы кругом. Но зато, когда я приеду, то... Угу. Мне вчерашнее ухватило. Чего твой отец так изъелся? Да забудь. У него ужасный характер. Но зато, когда успокоится, он остынет и забудет. Ну, я надеюсь. Главное, ты меня не забывай, хорошо? Насть, все, отправляемся. Ребят, поторопитесь. Ладно. Давай. Пока. Пока. Ну, может, все-таки не надо? Ну, дело-то деликатное. Это уже твои заботы, Танюш. Ну, хорошо. Все будет сделано в лучшем виде. Заявление тебе сейчас отдам. Суд будет закрытым. Судью берешь на себя. Она же твоя подруга. Ну, то, все. Я финансирую. Сгнаю этого наглеца. Девочку мою в постель затащил. Подлец. Ну, у вас, Иван Алексеевич, устаревшие понятия о постельных делах. Сейчас молодежь к этому проще относится. Мне свои счеты с этой семьей. Двадцать лет рассчитаться не мог. Держи. Мстительный вы, однако, Иван Алексеевич. Что? Я, Танечка, не мстительный. Я справедливый. Каждому по заслугам. Я открою. Мам, кто там? Добрый день. Эликсперинент Лукин. Здравствуйте. Силаев Егор Романович? Да. А в чем, собственно, дело? Вы обвиняетесь в изнасиловании гражданки Негода, Анастасия Ивановна. Негода? Решением суда вам избраны меры обстечения в виде заключения под стражу. Прошу ознакомиться и проследуйте за нами. Да вы что? Какое изнасилование? Это какая-то ошибка. Настя его невеста. Вы извините, кем он приходится? Я мама. Ну так не волнуйтесь, мамаша. Если он не виновен, мы его отпустим. Конечно, не виновен. Я его никуда не пущу. А вот это лишнее. Не надо мешать следствию. Мам, вы хотите, чтобы мы наручники на него надели вообще? Послушайте, они встречаются. Он ее любит. Спросите у этой девушки. Мы спросим, не переживайте. Мам, ты только не волнуйся. Там разберутся. А к вечеру уже дома буду. Ваша честь, справка из больницы. В связи с обострившейся болезнью юстиция не сможет присутствовать на заседании суда. Принимается. Рома, это Иван. Он отец Настя. Понятно. Он нам мстит. Прошу присовыкупить к фактам, изложенным в деле, то обстоятельство, что юстиция является дочерью прокурора района. Он лично застал насильника на месте преступления. Ваша честь, прошу дать слово свидетелю. Ответчик вступил в интимную близость с моей дочерью, без ее согласия, что привело к нервному срыву и длительному лечению. Причиной данного гнусного преступления, я считаю, вседозволенность и недостатка родительского воспитания. Прошу... Извините. Прошу поддержать обвинение и применить к подсудимому максимальный срок наказания по данной статье. Снисхождение он мне заслуживает. Извините. Подсудимый, вам слово. Ваша честь, я глубоко сожалею о случившемся, но заявляю, Настю я не насиловал. Мы любим друг друга и в скором времени собираемся законно зарегистрировать наши отношения. Отцу Насте я об этом сообщил. И сейчас снова подтверждаю свои намерения. А что скажет адвокат подсудимого? Ваша честь, я верю прокурору. Зря клеветать на свою дочь он не станет. Но не верите моему подзащитному, который утверждает, что его отношения с девушкой были по взаимному согласию. У меня тоже нет оснований. Защита просит перенести слушание дела, чтобы допросить главного свидетеля. Спасибо. У меня все. Ваша честь, факты подтасованы. Настя сейчас в ней в больнице. Она на летней студенческой практике. Соблюдайте порядок. Мой сын не насильник. Они с Настей давно любят друг друга. Это дело сфабриковано прокурором. Он вымещает на нас давнюю обиду. Даже о чести собственной дочери не подумал. Виктория Андреевна, ваша честь, это клевета. Прошу удалиться из зала суда. Господи, пять лет. Даже обнять не дали нашего мальчика. Какая чудовищная несправедливость. Ну, все, все. Успокойся, не плачь. И на прокурора у права найдется. Люба. Ну, что ему сделал Егор? А Настя? Даже дочь не пожалел. Мы еще поборемся. Все, давай, успокаивайся. Настила ему. Силы нужны. Допрыгались? Думали, все позволено, да? Всего хорошего. Люба. Проходи. Здравствуйте. А где можно расположиться? Ну, привет, Настя Ильич. Оставь его! Мне стуканули, что он на воле прокурорскую дочку оприходовал. Ну, пусть он живет на зоне. Посмотрим, что творится. Все прошло как по маслу. Щенку дали пять лет общего режима. Пять лет? Угу. Ты о дочери подумал? А что это? Ничего-ничего, переживет. Зато будет знать, как отцу перечить. А ты знаешь, чей сын этот Егор? М? Любы. Какой Люба? Ну, наша Люба. Ну, твоей бывшей подруге. Ты знал? Тебя это не остановило? А с чего бы это? Я тебя умоляю, пожалуйста, забери заявление. Слышишь? Это же самодурство. Что было, то прошло. Ну, разошлись вы. Судьба свела детей. Не порт людям жизнь. Подумай о Насте, Вань. Заткнись. Заткнись, дура. Я двадцать лет ждал этого момента. Я был бы полным дебилом, если бы им не воспользовался. Мам, пап. Ты с ума сошел. Привет. Привет, дочь. А ты чего тут рано-то, а, мать? Привет. Настенька. Давай, садись. А, почему не предупредила? Давай. Мы бы тебя встретили. Сейчас я. Ну, чего ты? Снимай рюкзак. Мам. О чем бы все нормально? А? Ты как не своя. Что-то случилось? Да нет. Все нормально? Ну, так. Да. Иди давай. Мой руки. Угу. И к столу. Здрасте. Совсем совесть потеряла? Что тебе еще от нас нужно? Любовь Макаранова, зачем так? Я, я звонила Егору, он трубку не берет. Он дома? А то ты не знаешь. По твоей милости он теперь в тюрьме. Хочешь туда дозвониться, попробуй. В какой тюрьме? Вот только не надо делать вид, что ты не в курсе. Мне надо знать, что здесь произошло, пока меня не было. Почему Егор в тюрьме? Пап, это твоя работа, да? А что? Щенок получил по заслугам. Каким заслугам, пап? Он опозорил тебя, опозорил всю нашу семью. За пять лет одумается. Пять лет за что, пап? За изнасилование. Какое изнасилование, пап? Да я его люблю. Все, хватит. Я здесь решаю, кто кого любит. Написал заявление, суд рассмотрел. По справедливости. По какой справедливости, папа? Я люблю этого человека. Ты посадил в тюрьму отца мы его ребенка. Ну, гулял, зараза. Так. Так, зайчица, завтра же идешь в больницу. Ваня! Заткнись! Этот ребенок мне не нужен. Нужен или не нужен, решать мне. Но такой отец мне точно не нужен. Настя! Сидеть! ЗВОНОК ТЕЛЕФОН Я завтра же пойду в прокуратуру и напишу заявление. Настя, все не так просто. Я вообще ему никогда это не прощу. И домой не вернусь. Только вот маму жалко. А мама твоя, она кто? Оксана Николаевна. Работает в скорой помощи. Они вместе с отцом из одной деревни. Глухого. Так, ну хорошо. Поживешь пока у нас, в комнате Егора. Я думаю, он будет не против. Располагайся. Спасибо вам. Здравия желаю, товарищ полковник. Вас разыскивает генерал-полковник. Спасибо. Иду. Говорят, пришли ваши документы на очередное звание. Поздравляю. Не знал. Спасибо. Да, будете обмывать большую звезду. Надеюсь, пригласите. Давай. Разрешите, товарищ генерал-полковник. Заходи, полковник. Я думаю, ты в курсе уже. Документы пришли сверху. Ну да, что слышал? Хотел тебя поздравить, но... Рапорт о присвоении на тебя очередного звания вернули. Вернули. Разрешите узнать? За сыном надо лучше смотреть. Какой-то доброжелатель настучал. Ну, может, помощь какая-то нужна? Ну, какие-нибудь деньги? Связи есть? Эх, уж эти дети. Разрешите идти, товарищ генерал-полковник? Иди. Есть. Семен Алексеевич, Купом Силаева. Здравствуйте. Здравствуйте, Любовь Макаровна. Вы сегодня выглядите просто потрясающе. Чай, кофе? Спасибо, я тороплюсь. Вот, пожалуйста, прямо из Брюсселя. Бельгийский шоколад прямым рейсом и только для вас. Благодарю, я не ем сладкое. Вот, это все, что удалось собрать. Все семейные сбережения. Милая, ну, что ж вы хотели? За копейки по такому делу никто работать не станет. Поймите, изнасилование – это особая статья. И даже опытные адвокаты не хотят с этим связываться. А тут дочь прокурора, которого все боятся. Вот, лично я являлся за это дело исключительно потому, что вы мне нравитесь, как женщина. Ну, так помогите мне. А то пока от вас одни только обещания. А реальных шагов не видно. Милая, а что ж вы так нервничаете, а? У меня все под контролем. Слушайте, у меня идея. Может быть, мы как-нибудь обсудим этот вопрос в более спокойной обстановке, как-нибудь у Черкома. Надеюсь, к тому моменту вы найдете недостающую сумму. Попробуем. До свидания. Так, Воснецовая, 17-й, на общий анализ с мочей. А этого пусть даст Нанечепаренко. Коллеги, мне нужны деньги. Кто-нибудь может одолжить? А вы не стесняйтесь, Любовь Макарна, сколько вам нужно? Сколько не жалко. Для вас нам ничего не жалко. Мы как раз сейчас на машину собираем. На месяц, на два могу одолжить. Я тоже могу подкинуть, если надо. Только завтра. До отпуска целеем. Спасибо, мои дорогие. Я постараюсь быстро вернуть. Таким образом, заведующая Любовь Макарна Силаева в личных корыстных интересах вынуждает сотрудников родильного отделения отдавать ей часть зарплаты, что является грубым нарушением закона. Таких анонимок с десятку на дню приходит. Силаева, Любовь Макаровна. Мы из Следственного комитета. Здравствуйте. Чем обязана? В прокуратуру поступила на вас жалоба на предмет вымогательства. Мы обязаны провести проверку. Что за вздор? Следствие разберется. Любовь Макаровна, будьте любезны, откройте, пожалуйста, ящики вашего стола. Пожалуйста. Мне нечего скрывать. Пригласите понятых. Дальше. Дальше. Ну что ж, Любовь Макаровна. Это ваши деньги? Нет. Ну, в общем, да, мои. То есть, деньги ваши. Понятые видели? Хорошо. Так и запишем в протокол. Откуда у вас эти деньги? Я... Дело в том, что... Адвокат... Можно девочки выйдут? Я бы не хотела говорить предсотрудникам. Сейчас это не девочки, а понятые. Так откуда у вас эти деньги? Молчите, хорошо. Я не настаиваю. Это ваше право. Так и запишем в протокол. Отдача показаний отказалась. Ну, вот, собственно, и все. Чтобы нанять адвоката, пришлось лезть в долги. Зря она мне об этом не рассказала. Надежда Семеновна, если вы не поможете, Любу могут посадить. Подозреваю, что к этому делу тоже приложил в руку наш знакомый прокурор. Возможно. Но, думаю, тут еще из наших кто-то накляузничал. Она заведующая принципиальная. Кому-то на хвост наступила. Надежда Семеновна, вы же понимаете, что одних только показаний Любовны недостаточно. Ну, так что, Любовь Макаровна, может быть, вы нам все-таки объясните, откуда у вас эти деньги? Одолжила у коллег. На адвоката. Для моего сына. Он незаконно отбывает срок. По какой статье? Изнасилование. Но это не так. И мы это докажем. Но на адвоката нужны деньги. А почему сразу не сказали? Не могла. В присутствии медсестер. На работе о моих проблемах никто не знает, а лишние сплетни мне ни к чему. А расписки предъявить можете? Ну, что эти деньги одолжили? У меня их нет. Коллеги мне доверяют. Хорошо. Тогда назовите имена тех, кто одолжил вам эти деньги. Отвечайте на вопрос! Иначе пойдете в камеру до завершения проверки! Любовь Макаровна, мы ваши показания обязательно проверим. Вы пока вот здесь подпишите протокол, а это останется у нас до выяснения обстоятельств. на уголовное дело никак не потянет. При всем уважении к негоде обычной кляузы. Деньги не принесла. Получилась очень неприятная история. От деталей избавьте. Поймите, милые, чтобы добиться пересмотра дела, для этого нужны очень веские аргументы, либо очень влиятельные друзья. У вас нет ни того, ни другого. А нужные люди нынче в цене. Я понимаю, но он же не виноват! Ну, суд решил обратно. Дорогая моя, и не надо меня подгонять, хорошо? Сегодня я встречался с важными людьми, заручился поддержкой городской прокуратуры, на это ушел весь ваш эланс. Да, но Егор по-прежнему в тюрьме. Вы что? Думаете, апелляцию случайно отклонили? Или всемогущий негода руку приложил? Или, может, вы думаете, что вам поможет другой адвокат? Поверьте мне, милая, никто, никто ради вашего сына не станет портить отношения с прокурором. Позвольте, я провожу вас домой. Спасибо, мне недалеко. Обижаете, милая? Прошу. Не стоило беспокоиться. Я же говорила, что живу недалеко. Так я могу на вас надеяться? А как же. Конечно, моя дорогая. Я надеюсь, это не последняя наша встреча, и мы продолжим наше знакомство уже, так сказать, в неформальной обстановке. Любонька, вы такая привлекательная. Да вы что? Да вы что? Однако, господин адвокат. Добрый вечер, Роман Георгиевич. В ваших услугах мы больше не нуждаемся. Вы свободны. Рома, я тебе сейчас все объясню. Я на работу. И без объяснения все ясно. Рома! Рома, пожалуйста, вернись! Рома! Алло, Роман Георгиевич, здравствуйте. Да, Настя. Что-то случилось? Возвращайтесь домой. Я бы не хотел об этом. Роман Георгиевич, ну вы же умный человек. Ну что вы правда думаете, что Любовь Макаровна дала бы повод этому адвокату, но он же хам? Ну и потом, такую жену, как ваша, еще поискать надо. Так точно. Я уже и сам думаю, что, наверное, погорячился. Ну а что я ей скажу? Ничего не надо говорить. Все и так понятно. Надо цветы купить. Белые розы. Люба их обожает. И сразу домой. Да, это отличная идея. Спасибо, Настя. Прости меня, Люба. Был не прав. Приревновал, как мальчишка. А мы тут как раз ужин и собираемся. Спасибо. Я люблю тебя. И никому в обиду не дам. А этот адвокатишка получил по заслугам. А давайте чай пить. А в тюрьме сейчас, наверное, ужин. А мы тут в тепле. Чай, конфеты. А мой дорогой сыночек в камере с уголовниками баланду ест. Если бы могла, на крыльях бы прилетела и забрала его. Ну, не убивайся ты так. Я нашел нам адвоката. Надежного. Надеюсь, все решится в нашу пользу. Дай бог. Настя, а ты чего не ешь? Я совсем не могу на еду смотреть. А тебе не надо на нее смотреть. Тебе надо ее есть. И есть как следует за двоих в твоем-то положении. А вы откуда знаете? Настя, я врач. От меня ничего не скроешь. Так. Это что, у нас внучка будет? Или внук? Ну вот, вы обрадовались. А папа потребовал аборт сделать. Даже так? Да, неожиданно для меня. Чем Егор-то перед ним провинился? Ну как же. Решил отомстить сразу всем. Даже о тебе не подумал. Пожалуйста, прости меня. Я вообще не думала, что отец способен на такую подлость. Я хотела заявить в прокуратуру, но твои родители отговорили. Неправильно. А ты чего так рано с практики вернулась? Я беременна. Что? Беременна? Ты беременна? У нас будет ребенок. Да. Погодите, а как вы без меня? Так. Сначала поживешь у нас. На первое время папа с мамой помогут. Ну а дальше со мной вопрос решится. Гор, пожалуйста, ты только не злись. Я просто... Я ушла от твоих родителей. Почему? Ну просто если отец узнает, что я живу у вас, то... то он обозлится еще больше и отыграется на тебе. Я этого не хочу. Вот. Поэтому я пока поживу своей подруге. Ладно? Хорошо. Настя! Настюша, завтрак на столе! Настя! Рома! Да? Что? Спасибо за приют. Вы для меня родные и близкие люди. Но я должна уйти. Хочу сама во всем разобраться. Поживу у подруги Настя. Рома, мы должны ее вернуть. Ну не торопись. Нелегко ей сейчас. Пускай сама решает, где ей лучше жить. А наши двери для нее всегда открыты. Бедная наша девочка. Куда же она пропала? Я уже всех подруг обзвонила. В институте ее не было. Господи. Хоть бы все было хорошо. Ну ладно, что ты? Не волнуйся. Перебейся, прибежи, как миленькая. Вань, ну у тебя же есть какие-то связи в полиции. Я прошу тебя, сделай ты что-нибудь. Что? Что, с ума сошла, что ли? Я из-за двух набитых дур буду перед людьми позориться. А у меня хорошая новость. Отец нашел нового адвоката. Мне очень нравится, как он взялся за дело. Только бы до конца довел. Да, и поскорее. Сночком. Миленький, мой родненький. Мам. Прости меня, пожалуйста. Мам, ты о чем? В том, что ты сейчас здесь, только моя вина. Мам, ты чего? Ты о чем говоришь? Отец Настя был моим женихом. Ты никогда об этом не говорила. Да. Мы жили по соседству. Ходили в одну школу. Жених и невеста. Но буквально за несколько дней до свадьбы случай свел меня с твоим отцом. Я сразу влюбилась. Мне до сих пор очень стыдно об этом вспоминать. Но я сбежала с твоим отцом прямо в день свадьбы. И, похоже, Иван нам мстит сейчас. Мам, ты не в чем не виновата. Ты у меня самая лучшая. И Настя такая же. В чем-то похожа на тебя. Сыночек мой. Ты не знаешь, где она. Мам, ты только не волнуйся. Она просто переживает из-за своего отца. Ей нужно время побыть одной. Но если что, она сразу же позвонит тебе первой мамуль. Она пообещала. Сыночек дорогой мой. Оксана, ну ты как-то давай погыстрей. Как черепаха сегодня. Ваня, пожалей меня. У меня голова болит. Я всю ночь не спала. Где наша дочь? Теперь одна, беременная. Оксана, давай, иди ее ищи. Надоело ей богу. Ты знаешь, я бы побежала, не раздумывая. Ага. Как собачонка. Сначала за мной бегала, теперь за ней. Мы ей не нужны, ты понимаешь? Это не так. Просто она устала от твоих унижений. Ты все время ругаешься. Видимо, мало ругался, раз наше живот нагуляло. Над тебя, кстати, еще проверить, с кем ты там ночью дежуришь. Нас скоро не ходит. Ну все, хватит. Сил моих больше нет. Ты превратил нашу жизнь в ад. Что ты говоришь? Ты вообще кто такая? Я на тебя женился, только чтобы Любку забыть. А мог бы не делать, этого нашел бы лучше. Ты мне лучше скажи спасибо, что я до сих пор терплю тебя и твою дочь по тоскуку. Ну и сволочь же ты. Что ты сказал? Я сейчас вызову полицию. Кого ты вызовешь? Полицию? У меня здесь везде свои люди, я здесь царь и бог. Ты поняла? Полицию она вызовет. Галстук дай. У меня уже просто нет никаких сил. Когда же это закончится? Успокойся. Люба. Все образуется. Оксана. Добрый вечер. Мне нужно с вами поговорить. Эта папка здесь компроматна моего мужа. Я думаю, что это поможет вытащить Егора. Каким образом? Он дал мне эту папку еще весной. Это надо сжечь. Ты что, с ума сошел? Документы сжечь. Ты завтра искать будешь. А ты сделай так, чтобы я и не нашел. Слушай, иди поспи. Сейчас уже Еремины приедут. Посмотри на себя. Со мной пойдешь? Иди. Только так, чтобы я не нашел. Хорошо. И никто. Никто. Ушел спать. Я подумала, что он проснется, будет искать. И спрятала. Он протрезвел и не вспомнил. Я забыла. Оксана, ты хоть понимаешь, что это бомба? Если дать ход этой папке, то полетят головы, особенно Ивана. Поверьте, мне тяжело удалось это решение. Но другого способа защитить дочь у нее просто нет. Давно надо было поговорить. Вчера к нам приходила Оксана. Она беспокоится за Настю. Слушай, не надо мне сейчас только... Нет, нет, ты послушай. Когда ты бросил меня вдоль дороги умирать с пробитой головой, мне повезло. Люба была рядом, нашла лесника, и меня отвезли в реанимацию. Успели. Но я не сдержал на тебя зла. Я любил Любу и оправдывал твой поступок таким же чувством к ней. Даже корил себя за то, что они не решили этот вопрос цивилизованно. А это же какое благородство? Ну, я ошибался. Двадцать лет я оберегал Любу от всяких бед. Но от тебя, от ненавистного, от злобного, уберечь не смог. Ты лишил ее сына. Ты превратил нашу жизнь в сплошной ад. Не я посылал твоего выродка брюхотить мою дочь. Он получил по заслугам. Настя так не считает. Ты можешь вернуть уважение своей дочери. Да? А кто ты такой вообще, чтобы мне рассказывать, как мне общаться с моей дочерью? В твоих интересах оставить с ней хорошие отношения. У тебя есть выбор. Либо ты выпускаешь Егора, либо я передаю в генпрокуратуру компромат на тебя. Со всеми вытекающими последствиями. Да? Да пошел ты со своим компроматом. Да. Дело деликатное и непростое. Сын ваш осужден по серьезной статье за изнасилование. Доказать причастность прокурора к подтасовке фактов практически невозможно. Необходимо письменное заявление девушки. Девушка не может заносить приговор собственному отцу. Понимаю вас, но ничем не могу вам помочь, товарищ полковник. При всем желании нет рычагов давления на Ивана негоду. У меня есть все основания подозревать его в злоупотреблении служебным положением и манипуляции уголовными делами. Судя по этим документам, которые он пытался уничтожить, у него был прямой интерес в сокрытии состава преступления. О, оставляйте папку. Я обещаю разобраться объективно и беспристрастно. Спасибо. Девушка, девушка, вам что, нехорошо, да? Девушка, садитесь, вам тяжело стоять. Девушка, вы дышите. Ой, девонька, девонька, ты жажаешь. Скорую надо. Иди, еще рано. Тогда тем более надо скорую. Да, да. Ты давай, дыши, дыши. Девушка на остановке рожает. Скорее, пожалуйста. Настя. Господи, девочка моя. Тихо, тихо, тихо. Как там наш малыш? Где болит? Все болит. Так, быстро, в операционную. Быстро, быстро. Девушка, три шестьсот пятьдесят. Чудесная, здоровенькая малышка. Радость какая, на кого похожа? Залитый Егор. Да, да, да. Как Настя? Все хорошо. Отойдет от наркоза, сможешь с ней поговорить. Спасибо тебе, подруга. Материалы расследования свидетельствуют не об отдельном злоупотреблении, а о преступлениях прокурора негоды. Даже так? При проверке вскрыты другие факты. При настойчивом давлении на коллег и суд, он безосновательно обвинил жениха своей дочери в изнасиловании. С негодой все понятно. Предъявляйте обвинение. Есть. Настя, доченька. Настюша. Так, давайте, давайте. Оп-оп-оп-оп-оп. На кого это она у нас там похожа? Всю жизнь мечтал дочку. Спасибо, Настюша. Подари его внучку. Это все благодаря вам. Ну что ты, это моя работа. Как назовем? Может быть. Может быть, с любовью, а? Да, да, давайте в честь доктора, которая подарила ей жизнь. Не модно. Теперь так никто не называет. Зато как красиво. Ты послушай. Любовь. Егоровна. Так, Настюша. Вопрос об освобождении Егора практически решен. Там осталось влазить кое-какие формальности. Так что скоро собираем ваши сходы. Не переживай. А сейчас все к нам. Егор определил на Настюс с малышкой под нашу ответственность. Да, Настюша, тебе у нас будет удобно. Все готово. Кроватку купили, коляску купили. Ну что, дедушка? Спасибо, спасибо вам. Какая она хорошенькая, Настя. Машечка моя маленькая, такая красивая. Посмотри. Сыночек мой, Егорушка! Мама, привет. Мои господи. Привет, Бать. Девочка моя. Ребяточки, ну поехали. Все. Все, Егорка, давай домой. Давай машину. В казенный дом ведет много пути, а обратно только один. Красавчик, дай мне когда. Давайте. Егорушка, иди в машину, дорогой. Возьми. Однажды мне цыганка всю правду сказала. Спасибо, Люба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Корректор А.Кулакова» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...